здравствуйте друзья вы на канале fit for life в таком молодом виде спорта как кроссфит пьедестал олимпа не такой прочный как других дисциплинах чемпионы сменяют один другого до тех пор пока на арене не появится настоящий монстр разрывающий всех отсюда первым таким монстром был рич фронин который до сих пор неофициально удерживает титул самого крутого и подготовленного атлета в мире но с момента его ухода из личного зачета в мире появилась новая звезда мэтт фрейзер тихо и без лишнего пафоса мэтью 16 году принял на себя титул самого сильного мужчины в мире однако он вполне достойно выступает кроссфите вот уже шесть лет и каждый раз показывает новый уровень силовых и скоростных достижений чем немало удивляет своих соперник частности предыдущий чемпион бен смит несмотря на все свои старания с каждым годом отстаёт от фрейзера все больше и больше а это может свидетельствовать о том что спортсмены еще большой запас прочности который он не раскрыл до конца впереди его могут ждать все новые и новые личные рекорды как и все действующие чемпионы фрейзер довольно молодой атлет он родился в девяностом году в соединенных штатах америки уже в 2001 году фрейзер впервые выступил в соревнованиях по тяжелой атлетике именно тогда будучи еще подростком он понял что его дальнейшая дорога напрямую связана именно с миром спортивных достижений закончив школу с весьма средними результатами мэтью тем не менее получил спортивную стипендию в колледже и самое главное свое место в олимпийской сборной пропустив игры восьмого года фрейзер усиленно тренировался вплоть до получения серьезнейшей травмы на одной из тренировок после получения травмы врачи окончательно поставили на будущем чемпионе крест фрейзер перенес две операции на позвоночнике у него были переломаны диски а в самой спине были установлены шунты которые должны были поддерживать подвижность позвоночник почти год спортсмен был прикован к инвалидной коляске ежедневно борясь за саму возможность передвигаться на своих ногах и вести нормальный образ жизни когда же атлет наконец преодолел свою травму он решил вернуться в мир большого спорта так как место в олимпийской сборной для него было потеряно молодой человек решил восстановить свою спортивную репутацию для начала одержав победу в региональных соревнованиях для этого он записался в ближайший тренажерный зал который оказался не типичным фитнес-центром а секции кроссфита занимаясь в одном помещении со спортсменами смежной тематики он быстро понял преимущество нового вида спорта и уже через два года после этого потеснил на кроссфит олимпии действующих чемпионов фрейзер феноменальный спортсмен в мире кроссфита своей впечатляющей формы он добился практически с нуля имея малоподвижный позвоночник и долгий перерыв физической активности сегодня его имя знает каждый и практически в каждом интервью его спрашивают почему он не вернулся в тяжелый атлетик на это фрейзер отвечает следующим образом тяжелая атлетика это олимпийский вид спорта и как в любом другом силовом виде спорта в нем присутствует изрядная доля закадровой политики подразумевающее наличие допинга и множество других неприятных аспектов которые напрямую не касаются спорта но могут повлиять на ваши результаты кроссфит мне нравится тем что я действительно стал сильнее выносливее и подвижнее и самое главное меня никто не принуждает использовать допинг при этом фрейзер благодарит кроссфит за его помощь в развитии выносливости и скорости также в этом виде спорта важна механика упражнений которые позволяют значительно уменьшить нагрузку на позвоночник уже в семнадцатом году он стал официальным лицом спортивного питания что позволяет атлету не беспокоиться относительно финансирования и поиска дополнительного заработка на стороне благодаря участию в рекламных акциях спортсмен хорошо зарабатывает не может не переживать случае если не сорвет призовой фонд соревнования а просто продолжать заниматься любимым видом спорта отдаваясь ему полностью при этом фрейзер благодарит и свое тяжелоатлетическое прошлое которое позволяет ему сейчас достигать впечатляющих результатов силовом троеборье в частности он всегда акцентирует что основы техники и заложенная сила связок приобретенная им в предыдущем виде спорта позволяют с легкостью осваивать новые упражнения и брать силовые рекорды зная как правильно поднимать штангу таким образом чтобы ничего не мешало вашим ногам и спине вы гарантированно достигнете большого успеха говорит фрейзер основная специализация мэтью это именно показатели силовой выносливости в частности если рассматривать время выполнения его программ то они находятся на уровне фронинга в лучшие годы лишь слегка уступают по скорости выполнения серебряному призеру последних игр бену смиту но вот что касается его прыжков толчков и рывков то здесь фрейзер оставляет позади любого соперника разница в поднятых килограммах измеряется не единицами а десятками и при этом сам фрейзер утверждает что его силовые показатели далеки от максимально возможных что позволит ему еще не один год удерживать свое первое место во всех спортивных дисциплинах в мире кроссфита мэтт фрейзер выступают спортивных соревнованиях с момента своего возвращения в тяжелый спорт еще в тринадцатом году он занял пятое место по северо-восточным соревнованиям и двадцатое место в открытых играх с тех пор каждый год он только улучшает свои результаты последние четыре года спортсмен удерживает чемпионство в индивидуальных зачетах на кроссфит играх и не собирается его никому отдавать на этом все друзья если это видео было вам интересно и полезно ставьте лайк подписывайтесь на канал и до новых встреч